Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Сегодня проведем урок математики во втором классе по теме умножения числа 2 и умножения на 2. Сегодня на уроке мы познакомимся с таблицей умножений с числом 2 и на 2. Ребята, давайте вспомним правило. Что такое умножение? Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Правильно. Зная это правило, мы составим таблицу умножений с числом 2. Смотрим на тузу. Итак, ребята, посмотрите, сколько раз по 2 круга мы взяли. Мы взяли 2 раза по 2 круга. Составим выражение. 2 умножить на 2 получится 4. То есть мы по 2 взяли 2 раза. Возьмем еще 2 круга. По 2 взяли 3 раза. Получится выражение 2 умножить на 3 равно 6. Еще берем 2 круга. Получится выражение по 2. Берем 4 раза. 2 взяли 4 равно 8. Возьмем еще 2 круга. По 2 берем 5 раз. 2 умножить на 5 равно 10. Еще 2 круга. По 2 берем 6 раз. 2 умножить на 6 равно 12. Возьмем еще 2 круга. По 2 берем 7 раз. 2 умножить на 6 равно 12. Еще 2 круга. По 2 берем 8 раз. Получится 16. И еще 2 круга. По 2 берем 9 раз. Равно 18. Посмотрите внимательно, ребята. У нас получилось с таблицей умножения с числом 2. Первый множитель 2 одинаковый. Второй множитель увеличивается на 1. А результат умножения увеличивается на 2. Посмотрите внимательно на второй столбик. Что вы можете сказать? Правильно, ребята. Множители поменялись местами. Вспомним правило переместительное свойство умножения. От перестановки умножения. От перестановки умножителей результат умножения не изменяется. Значит, 3х2 равно 6. 4х2 – 8. 5х2 – 10. 6х2 – 12. 7х2 – 14. 8х2 – 16. 8х2 – 16. 9х2 – 18. Итак, у нас получилось, ребята, таблица умножения на 2. Множители поменялись местами. Первый множитель увеличивается на 1. Второй множитель одинаковый. А результат умножения увеличивается на 2. Данные, ребята, выражения можно читать по-разному. Например, возьмем первое множение. Первое выражение. По 2 берем 2 раза. Правое 4. 2х2 – 4. Первый множитель 2. Второй множитель 2. Произведение равно 4. И произведение чисел 2 и 2 равно 4. Возьмем другое выражение. По 6 берем 2 раза. Равно 12. 6х2 – 12. Первый множитель 6. Второй множитель 2. Произведение равно 12. И произведение чисел 6 и 2 равно 12. А теперь, ребята, попробуем назвать значение выражения таблицы 2 по памяти. Итак, ребята, начинаем. 2х4 – 8. Правильно. 5х2 – 10. 2х8 – 16. 2х3 – 6. 4х2 – 8. 9х2 – 18. Молодцы, ребята. Данную таблицу, ребята, нужно запомнить, так как она вам пригодится при решении задач и примеров. Ребята, решим задачи на закрепление таблицы умножения с числом 2 и на 2. Послушаем задачу. На одно платье нужно 2 метра ткани. Сколько метров ткани нужно, чтобы шить 6 платьев? Что известно в задаче? В задаче известно, что на одно платье нужно 2 метра ткани. Таких платьев нужно шить 6. Вопрос. Сколько метров ткани нужно, чтобы шить 6 платьев? Запишем решение данной задачи. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 12 метров, так как слагаемые одинаковые данные выражения можно заменить выражением на умножение. По 2 берем 6 раз равно 12. Ответ. 12 метров ткани нужно, чтобы шить 6 платьев. Задача номер 2. 2 ёжика несли по 3 яблока. Сколько всего яблок несли ёжики? Итак, ребята, что известно в задаче? В задаче известно, что 2 ёжика несли по 3 яблока. Что значит по 3 яблока? Значит, первый ёжик нес 3 яблока. И второй ёжик нес 3 яблока. Вопрос. Сколько всего яблок несли ёжики? Запишем решение задачи. 2 умножить на 3 равно 6. Ответ. 6 яблок несли ёжики. Слушаем задачу номер 3. 8 яблок разложили на тарелки. По 2 яблока на каждую. Сколько тарелок заняли эти яблоки? Итак, о чём говорится в задаче? В задаче говорится, что яблоки раскладывали на тарелки. Как их раскладывали? По 2 яблока. На первую тарелку 2 яблока. На вторую тарелку 2 яблока. На третью тарелку 2 яблока. И на четвёртую тарелку 2 яблока. Всего яблок 8. Вопрос. Сколько тарелок заняли эти яблоки? Так как в задаче говорится, разложили на тарелки, данная задача решается делением. Запишем решение задачи. 8 разделить на 2 равно 4 тарелки. Ответ. 4 тарелки заняли эти яблоки. Решим геометрическую задачу. Начертим квадрат со стороной 3 см. Вспомним правило. Что такое квадрат? Квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Найдём периметр данного квадрата. Что такое периметр? Периметр – это сумма длин всех сторон квадрата. Запишем решение периметра. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 равно 12 см. Так как слагаемые одинаковые, заменим данное выражение выражением на умножение. По 3 берём 4 раза, равно 12 см. Ответ – 12 см периметр квадрата. Ребята, выполним задание из электронного приложения к учебнику. Прослушайте задание. Посади каждого из зверя в свой вагон поезда. Чтобы узнать номер вагона, вычисли значение выражения, записанного на билете. Итак, ребята, начнём выполнять задание. По 2 берём 2 раза, получится 4. Значит, кот у нас едет в вагоне номер 4. 2х9 – 18. Значит, мышка у нас едет в вагоне номер 18. 2х4 – 8. Вагон номер 8. Первый множитель 2, второй множитель 8. Произведение равно 16. Произведение чисел 5 и 2 равно 10. 2х6 равно 12. Вагон номер 12. По 2 берём 3 раза, равно 6. Вагон номер 6. Семью 2 – 14. Вагон номер 14. Задание выполнили верно. Приступим ко второму заданию. Прослушайте задание. Распределить все числовые выражения на 3 группы так, чтобы выражения с одинаковыми значениями были в одной группе. Итак, ребята, у нас 3 группы со значениями выражения 10, 16, 12. Распределим данные выражения по группам. 6 плюс 6 равно 12. Значит, определяем в третью группу. По 6 берём 12. Следующее выражение. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 равно 10. Значение выражения в первую группу. Заменим данные выражения на умножение. По 2 берём 5 раз, равно 10. Следующее выражение. 5 плюс 5 равно 10. По 5 берём 2 раза. Значит, тоже получится 10. 8 плюс 8 равно 16. По 8 берём 2 раза. Значит, тоже произведение равно 16. Дважды 6, 12. И по 2 берём 8 раз, равно 16. Задание выполнили верно. Итак, ребята, подведём итог урока. Что нового узнали мы на уроке? Сегодня на уроке математики мы познакомились с таблицей умножения с числом 2 и на 2. Домашнее задание. Выучить таблицу умножения с числом 2 и на 2. Спасибо, ребята, за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!